Всех приветствую на канале. Вы долго ждали данного видео и вот этот день настал. Сегодня мы с вами соберем простейший, но весьма хороший споттер. Задумка разработать схему самого бюджетного споттера была у меня давно. Некоторое время назад я опубликовал парочку видео со сборкой аппаратов для контактной сварки, но до полноценного споттера руки все не доходили. До сей поры. Сразу хочу заметить, в ходе данного видео я расскажу о принципе работы схемы, выбора комплектующих и прочие подробности, связанные с аппаратом. А тесты мы сделаем в следующих видео. Постараюсь до нового года, так как для работы этого агрегата нам нужен автомобильный аккумулятор, который мне нужно будет еще и купить. Итак, в самом начале давайте поймем, что такое споттер и зачем он нужен. Споттер это по сути аппарат для контактной сварки и не только. Применяется в частности для кузовных работ, когда нужно что-то выпрямить. Состоит споттер из трех основных узлов. Силового трансформатора, электронного замыкателя с таймером и электродов. Мощный трансформатор, как правило, сетевой, предназначен для получения гигантских токов во вторичной цепи. Этот трансформатор управляется таймером, который на определенное время включает и выключает транс. Один из силовых выводов этого трансформатора, в частности масса, подключается к кузову автомобиля. Второй электрод – рабочий. Его кончик прижимается к центру того участка, который нужно выпрямить. Таймер запускает трансформатор и по сути мы получаем короткое замыкание на ремонтируемом участке кузова. Короткое замыкание вызывает нагрев и рабочий электрод приваривается к кузову. Легкими движениями мастер вытягивает прилившие электроды, этим выравнивая упомянутый участок кузова. Время сварки нужно тщательно контролировать, иначе в кузове можно получить дыру. По сути, споттер – ничто иное, как контролируемый выключатель, который замыкается и размыкается строго по заданному времени, включая и выключая источник питания. Как уже сказал, споттеры в основном делают на базе железного сетевого трансформатора. И если захотите купить споттер, то советую брать у местных продавцов. Из Китая заказывать невыгодно с учетом веса прибора, на доставку потратите немало денег. На сайте e-каталог вам предоставлена возможность детально изучить все цены в популярных интернет-магазинах, сравнить их между собой и найти наилучшее решение под ваши нужды. e-каталог – это большой многофункциональный сервис с удобными фильтрами, полностью бесплатный, а самое главное, тут публикуются реальные отзывы от покупателей, а также видеоролики по теме. Ссылку на e-каталог найдете в описании. Мой вариант споттера, можно сказать, портативный. Для его работы не нужны сетевые трансформаторы. Питание берется непосредственно с автомобильного аккумулятора. Схема подключается в разрыв минуса или массы аккумулятора. Сейчас перед вами мой вариант схемы, которая состоит из таймера и замыкателя в лице мощных полевых ключей. Рассмотрим принцип работы схемы. На микросхеме NE555 собран таймер, который запускается нажатием кнопки SA1. На транзисторах VT9 и VT10 собран эмиттерный комплементарный повторитель. Его функция заключается в усилении тока выходного сигнала с микросхемы. Как работает эмиттерный повторитель, пояснять не буду, поскольку об этом написано очень много статей. Рабочим у нас, по идее, является только верхний транзистор. При нажатии на кнопку SA1 положительный сигнал с выхода микросхемы NE555 поступает на базы транзисторов повторителя. Срабатывает верхний ключ и по его открытому переходу плюс от слаботочного источника питания поступает на затворы полевых транзисторов. Положительный сигнал открывает полевые ключи. И уже через открытые каналы полевиков основное силовое питание с аккумулятора поступает на электроды. Нижний же транзистор предназначен для мгновенного разряда затворов полевых ключей на массу питания, этим обеспечив их надежное запирание. Работу этого каскада лучше показать на живом примере. Для этого воспользуемся осциллографом. При нажатии на кнопку видим пики, а не есть моменты срабатывания ключей. Вся наша схема ничто иное, как управляемый таймер, который просто на очень короткое время замыкает аккумулятор на точку сварки. Кстати, это время можно выставить с помощью подстроечного резистора. Полевые транзисторы в нашей схеме работают в довольно жестком режиме, хотя и работа кратковременная. В мгновение ока по ним протекают токи в несколько тысяч ампер. И очень важно обеспечить толковое управление. Данная схема является, пожалуй, самым простым и довольно надежным способом управления ключами. В первом видеоролике, кстати, ссылку также найдете в описании, я упомянул об этом, но поясню еще раз на всякий случай. В схеме два источника питания. Один из них силовой, второй нужен для корректной и стабильной работы схемы управления. В качестве маломощного источника питания для схемы управления может быть задействована 9-вольтовая батарейка формата 6F22. Конструкция собрана на одной печатной плате. Ничего сложного. Справится даже начинающий. Силовые дорожки на печатной плате дополнительно усилены 3-мм медными проводами. Все полевые транзисторы прикручены к дюралевой шине, которая является и радиатором, и силовым токосъемным контактом. Транзисторы прикручиваются к этой шине без прокладок. Даже термопасту не нужно использовать, так как она будет ухудшать электрический контакт. Ключи будут в работе короткое время, и тепло прекрасно отводится без термопасты. Я задействовал мощные полевые ключи ИРФП-1404. Кратковременно каждый такой полевик может коммутировать токи до 800 А, а их в нашей схеме аж 8. По идее, максимальный ток коммутации схемы может доходить до 6500 А. Но фигня в том, что ключи я брал из Китая, и ой как не уверен, что они не взорвутся разом при первом запуске схемы. Кстати, схему на полную я еще не тестировал. Силовые провода многожильные на 25 квадратов. К сожалению, они у меня алюминиевые, но фишка в том, что они довольно мягкие и легко гнутся. Сечение в 25 квадратов является оптимальным вариантом. Не забываем, что при токах в 1000 А, которые будут протекать в нашей схеме, образуются огромные потери на сопротивлении. Эти потери приводят к образованию тепла на проводниках, а это снижает общие КПД схемы. Поэтому провода нужны максимально толстые. Точно такими же проводами комплектуются многие сварочные инверторы. Но в нашей схеме токи будут в десятки, а то и в сотни раз больше, чем при дуговой сварке. Хотя протекать они будут на очень короткое время. К проводам присобачил обычные латунные клеммы для подключения к штатному автомобильному аккумулятору. Тут еще раз напомню, что наша схема замыкает питание по минусу. То есть плюс от аккумулятора напрямую идет на электрод. Друзья, на этом завершим первую часть видео про споттер. Напомню, что ссылки на прошлые ролики с процессом сборки аппаратов для контактной сварки найдете в описании. Очень советую посмотреть. Там же печатная плата, схема и ссылки на все комплектующие для сборки такого агрегата. В скором времени я куплю автомобильный аккумулятор и посмотрим, что может наш аппарат. А на этом мне остается ненадолго прощаться. Ну а с вами, как всегда, был Касья Нака. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok